Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Ставка налога на имущество обнулится на 10 лет. Сейчас в регионе только одна территория опережающего экономического развития – Вятские поляны. На этот статус также претендует Белая Холница и Луза. Программа Экономика. Кировские учителя получают в 4 раза меньше Чукотских. Росстат опубликовал данные о зарплатах в образовании. В прошлом году в Кировской области средняя зарплата школьного учителя составляла 22,5 тысячи рублей. Это на 4 тысячи меньше, чем средняя цифра по ПФО, на 12 тысяч меньше средней по России. Больше всех получают учителя на Чукотке – почти 90 тысяч в месяц. В Москве платят 75, в Крыму – 28,5. Самая маленькая зарплата учителей в Дагестане – менее 20 тысяч рублей. Работники кировских детских садов получают 19,5 тысяч до среднего по округу уровня, не хватает 4,5 до среднероссийского – 10. Что касается зарплат преподавателей вузов, то в Кировской области в среднем они составляют 42 тысячи в месяц. Цифра по Приволжскому округу – 50 тысяч, по России – 64. Экономика. На 101 АФМ. Создается комитет кредиторов Клуба Рудина. Их собрание состоится 21 февраля. Инициатором стал временный управляющий, назначенный определением арбитражного судающего в октябре прошлого года. Тогда же в отношении некоммерческой организации Кировский хоккейный клуб Родина была введена процедура наблюдения. С требованием о признании организации банкротом выступила Кировская региональная ипотечная корпорация. Ей хоккейный клуб должен более 12 миллионов рублей. По данным портала БНКиров, на собрании кредиторов будет рассмотрен вопрос об образовании комитета кредиторов и определен его состав. Кроме того, участники решат, какая организация должна представить в арбитражный суд кандидатуру арбитражного управляющего. Завершение о валютах. Доллар сегодня 56.95. Курс евро 70 рублей 53 копейки. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 АФМ. Субтитры создавал DimaTorzok